Вентиляционные дыры для кота Дарьи по кличке Гриша были домом. Девушка подобрала его здесь год назад, спасая от живодеров. На прогулках кот обязательно навещал прошлую обитель. И когда он не вернулся домой, Дарья кинулась сюда. Все закрыто, все замуровано свежей краской, вот этими блоками. И там, понятное дело, что и кот мой может быть, и остальные коты там тут жили. В местной управляющей компании людям почему-то отказали открыть подвал, а нам прокомментировать ситуацию. Но председатель дома заверил, кошек там не было, ведь он отвечает за комфорт жильцов. Два года назад у нас клопы появились. Клопов море. И так рассуждают почти во всех управляющих компаниях. С одной стороны, объясняют специалисты, закрытые продухи – гарант санитарных условий. С другой – соблюдение правил. В соответствии с постановлением 170, это правило эксплуатации жилфонда, продухи в домах должны быть закрыты сеткой. Решетками, сетками, то есть от проникновения и кошек, и собак, и естественно от грызунов. Почему в подвале дома очень много кошек? Жители их кормят, или их управляющая компания так любит. Кровой закон запрещает содержание домашних животных в местах общего пользования. К ним относятся лестничные клетки, чердаки, подвалы. Правда, как именно запрещать доступ, полностью замуровывать продухи или устанавливать решетки, в законе не прописано. Эту норму запрета на Алтае ввели в декабре прошлого года. О подвалах ровно две строчки. Все потому, что закон еще будут дорабатывать, заверяет депутат ОКЗ Сергей Писарев. А пока директор Барнаульского зоопарка объясняет под запретом содержание, то есть подкармливание, а не доступ. Живая душа есть в каждом живом организме, и поэтому было бы очень неправильно поступать в наших условиях, в сибирских условиях, так же столько с животными. А у нас наступает такая, знаете, сибирская вражда между человеком и животным миром. Я категорически против. По его словам, в крае ждут принятие федерального закона об обязательном доступе для кошек в подвалы. Это должно положить конец недопониманию защитников животных и тех, кто защищает жильцов многоэтажек. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. Наши новости.